Если ваш ребенок решил заработать деньги, поздравляем, он взрослеет. Но прежде чем решиться отправлять ребенка работать, родители должны быть уверены, что его жизни и здоровью угрожать ничего не будет. И самое главное, за работу заплатят. Итак, первое, что нужно сделать родителям, обратиться в отдел занятости населения своего района. Здесь специалисты сотрудничают только с надежными работодателями. Чтобы времени зря не терять, можно сразу при первом обращении взять с собой паспорт, ИНН, СНИЛС, реквизиты банковской карты, справку о состоянии здоровья от терапевта и письменное заявление согласия родителей на трудоустройство ребенка, если ему еще нет 16 лет. С 16 лет согласия родителей уже не требуют. Если юному гражданину еще нет 14 лет, то работать он тоже может, правда в профессиях творческого или спортивного направления. И проконтролируйте, чтобы ребенку завели трудовую книжку или оформили гражданско-правовой договор, который необходимо подписать одному из родителей или опекунов ребенка. С 2001 года в Перми существуют отряды мэра. Проект рассчитан на школьников в возрасте от 14 до 18 лет, имеющих городскую прописку. Ребята работают корреспондентами, библиотекарями, аниматорами, занимаются озеленением города и за 10 дней получают около 1000 рублей. Деньги невелики, но благодаря такому труду ребенок становится самостоятельным и трудолюбивым. Для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений в летнее время есть возможность заработать в составе студотрядов. В прошлом году некоторые пермские студенты, трудившиеся в стройотрядах, заработали по 60 тысяч рублей. В этом году в Пермском крае 79 студотрядов. И чтобы попасть в один из них, необходимо обратиться в штат студенческого отряда в ВУЗе. Узнать дополнительную информацию можно во дворце молодежи по телефону 237-06-56 или в городском департаменте культуры, набрав номер 210-19-37, а также в районных администрациях. Работа для детей очень важна для выявления и развития их способностей, говорят психологи. Но на первое место зарабатывание денег все же ставить не надо. Постарайтесь летние каникулы ребенка распределить так, чтобы больше времени уходило на отдых, чем на работу. Редактор субтитров А.Семкин